Управляемый термоядерный синтез Это своеобразный наследник короля современной энергетики, а королем современной энергетики, как вы, наверное, все прекрасно понимаете, является, безусловно, ядерная энергетика. Ядерная и термоядерная энергетика работают, в принципе, с одним и тем же материалом – ядрами веществ. Отличия заключаются разве что в процессе, но отличия, конечно, кардинальны. В ядерной энергетике используется реакция ядерного распада, в ходе которой из тяжелых ядер получаются более легкими, при этом с выделением энергии. А в основе управляемого термоядерного синтеза лежит, как понятно, реакция синтеза, то есть получение более тяжелых ядер из легких, но при этом тоже с выделением свободной энергии. В качестве топлива в настоящее время применяются ядра диетерия и трития, то есть это изотопы водорода. Но в более далекой перспективе также планируется попробовать привлечь и гелий, и бор, ну а также, разумеется, их изотопы. Итак, с самим явлением термоядерного синтеза мы разобрались. Давайте перейдем к еще более важной теме, а именно к теме управляемых. Ведь для того, чтобы как-то получать энергию полезную от процесса, нам нужно научиться им управлять. Но первонаперво, для того, чтобы реакция термоядерного синтеза с положительным энергетическим выходом была управляемой, нужно, конечно, создать ряд условий, при которых она, в принципе, может протекать. Если обрисовать в целом, то нам нужно насытить термоядерное топливо, то есть в нашем случае диетерий и тритийную смесь, с достаточным количеством энергии, переведя его в состояние высокотемпературной плазмы, и максимально сблизить ядра для возможности протекания реакции синтеза. А сделать это можно при помощи следующих действий операции. Первое – это дополнительное насыщение газовой смеси заряженными ионами при помощи установок предварительных ионизаций. Это необходимо для возникновения первоначальных токов и плазмы. Это как раз следующий момент. Это момент так называемого зажигания плазмы и гниша, то есть прокачка через плазмы электрического тока. Третье – это дополнительный нагрев плазмы при помощи СВЧ-установок и волноводов, которые положены вокруг термоядерных установок. Ну и, наконец, сжатие, сближение ядер, удержание, управление формой и положением плазмы при помощи магнитных полей. Основная проблема заключается в том, что все эти действия требуют больших, огромных энергетических затрат, пусть и импульсных, но, тем не менее, очень значительных, которые зачастую превышают энергетический выхлоп от самой реакции синтеза. Кроме того, возникает проблема забора. Таким образом мы будем высвобождающую энергию скапливать и хранить. Ну, однако, разумеется, термоядерный синтез, как и большинство процессов, которые пытается выхлопить в себе человек, прекрасно существует, правильно работает в природе. Вот на следующем слайде вы как раз можете увидеть пример термоядерного синтеза природного характера. Я говорю о реакциях, происходящих в ядрах звезд и на их поверхности, в том числе в том, где температура 15 миллионов градусов кельвинов и энергия теплового движения самых быстрых птиц достаточно для преодоления электрического отталкивания, а следовательно для реакции синтеза. Вообще, все звезды принято, возможно, классифицировать по виду синтеза происходящего. Солнце, в частности, происходит преимущество сжигания, скажем так, в кавычках, сжигания водорода и его легких затопов, то есть как раз диетерия и трития. Таким образом, именно наша с вами любимая звезда и является идейным вдохновителем всех, так сказать, термоядерных ученых, в том числе и ученых из Национального ядерного центра Республики Казахстан, с которым мы, инженеры ТПУ, ведем активное взаимодействие в рамках проекта «Атом СНГ». И, в частности, той частью этого проекта, которая направлена на термоядерную энергетику. Вообще, этот проект очень значительный. Задачей проекта в целом является координация усилий государства СНГ для реализации различных научных проектов, связанных с мирным использованием атомной технологии, атомной энергии, а также выработка рекомендаций и решений по проблемам сотрудничества между государствами и как раз в области развития атомной энергетики. К сожалению, даже у такого большого научного сообщества, содружества ученых и инженеров, нет достаточных ресурсов поистине космического масштаба, которыми обладает Солнце, чтобы провести такую же реакцию, как происходит на Солнце. Поэтому нашему сообществу приходится изобретать устройства, способные, если не повторить, то хотя бы приблизить к параметрам реакции Солнца. Ну и как раз для обеспечения обозначенных ранее в условии протекания термоядерного синтеза, точнее управляемого термоядерного синтеза, в далеком уже 1905 году советским ученым Олегом Александровичем Лаврентьевым была придумана установка Токамата. Это изначально вообще была аббревиатура, то есть тероидальная камера с магнитными катушками. Но в дальнейшем этот термин прижился и стал сейчас использоваться даже в зарубежной англоязычной литературе. Там легко можете постричать такой термин как Токамат. Принцип работы очень простой. В тероидальной камере находится плазма, которая сжимается магнитным полем катушек и ими же удерживается в определенном положении. При этом плазма может дополнительно нагреваться высокочастотными генераторами, расположенными вокруг камеры, а также энергетически обогащаться установками предварительной ионизации. На данном слайде вы как раз можете увидеть Токамат в разрезе. Вот сама камера, а вокруг вся различные периферийные устройства, в частности, электромагнитная система, центральный стеленоид, который, в принципе, тоже входит в электромагнитную систему, ну, различные другие устройства. Согласен, человеку, который первый раз увидел эту схему, может оказаться довольно сложной, кроме того, на слух плохо воспринимается, но я буквально за несколько минут до выступления постарался и сходил в ближайший продуктовый магазин, хотел вам продемонстрировать миниатюрную модель Токамата. К сожалению, не оказалось в наличии, поэтому придется включить, так сказать, воображение. Представьте себе пончик, причем пончик с начинкой, а не просто с тестом. Собственно, вот и все. Это и есть Токамат. Начинка является нашим с вами термоядерным топливом, то есть диетерий-тритивой смесью, а само тесто пончика можно представить как электромагнитное поле, которое удерживает это термоядерное топливо внутри нашего пончика и не давая ему коснуться со стенки, то есть, ну, грубо говоря, с глазурью. Если мы этот пончик слегка сожмем, то форма этого снура плазменного нашей начинки изменится. Собственно, так оно и в реальности работает. Меняя параметры Токамат полей, мы меняем форму и положение плазмы внутри нашей камеры. Так вот, вернемся к Токамакам. Вот, используя идеи Лаврентьева, которые еще в 1950 году были сформулированы, учеными были созданы ряд подобных установок. И вот одна из них, с которой мы как раз имеем удовольствие и счастье общаться довольно-таки близко, это установка КТМ, казахстанский Токамак материаловечный. Именно вот в рамках проекта КТМ и происходит наша сотрудничество, ученые инженеров ТПУ с учеными и инженерами работников ТПУ Казахстана. Вот, кстати, фотографии вы можете увидеть наших сотрудников, расположенных за сотрудничество ТПУ Казахстана. Ну, основные характеристики видны на слайде, ровно как и главная задача, именно осуществление различного рода экспериментальных кампаний для проведения материаловечных исследований. То есть, грубо говоря, внутри данной установки создаются такие условия, приближенные к крупным Токамакам вроде итера и различных других, и затем внутрь камеры помещается какой-нибудь образец какого-нибудь вещества, материала и наблюдается, как он себя ведет в таких условиях. То есть, в условиях высокотемпературной плазмы, просто в условиях плазмы, ну и делаются на основе этого какие-то выводы о целесообразности использования всех или иных материалов в дальнейшем. Что можно сказать по поводу этой установки? Какие уже были получены результаты? С 9 июня 2017 года, в день открытия международных выставок Астана-Экспо, не так давно было, был дан старт первому этапу физического пусто установки Токамак-КТМ и получен первый плазменный разряд. Но на самом деле это не совсем так. То есть, тестовые разряды были получены и до этого, но вот конкретно этот разряд 2017 года был, пожалуй, самым таким ярким, продолжительным на тот момент и получилось измерить хоть какие-то параметры. Достоверность данных я бы не поставил под сомнение, так как в тот момент не был уверен в правильной работе диагностических систем. Но вот уже 20 ноября 2019 года был получен плазменный разряд, который удовлетворял требования второго и заключительного этапа физического пусто установки КТМ, а именно ток плазмы больше 120 кА и время существования плазмы более 100 миллисекунд. И вот как раз на этих картинках вы можете видеть три этапа жизни плазмы. Это вообще скриншоты с модели, которую мы сделали, основываясь на данных полученных экспериментов. И вот первая картинка – это зарождение плазмы, ее, собственно, отсоединение от стенок. Вторая картинка – это ее прожиг, ее максимальный момент максимального тока плазмы. И третья картинка – это уже склапывание, затухание плазменного шнура, когда он приклеился окончательно к стенке камака, ну и погас плазму. А вот на следующем слайде уже более наглядное для простого человека незнакомого наукой – это видеоролик, который получилось записать при помощи камеры с высокой частотой кадров, замедленный, по-моему, в общем, больше, чем в 100 раз. Вот так это выглядит. То есть вот момент зарождения плазмы, вот она отцепляется от стенок, начинает гулять вверх-вниз по камере, затем окончательно отцепляется от стенок, все еще перемещается по камере, и дальше повторное касание стенок, вспышка и затухание плазмы. Еще раз включу. Вот сразу же хочу сказать, что вот вспышки света – это как раз места контакта плазмы с стенками текомака. То есть в идеальном случае должен быть такой равномерный, легко фиолетовый, розовень, такое вот свечение происходит, без вспышки. Вот это как раз и является нашей дальнейшей целью, целью, разумеется, только наша цель, в первую очередь цель национального центра Республики Казахстан – научиться правильно управлять плазмы и положение формы плазмы, таким образом, чтобы их контактов с камерой было минимальным. Вот. Опять же, к сожалению, пока что мы взаимодействуем только в инстанционном формате, но очень сильно надеемся на очень встречи в этом году, хотя бы к концу этого. Ну и в завершение темы термоядерного кинтеза хотелось бы сказать о глобальных перспективах этой отрасли. Конечно же, КТМ – это не единственный термоядерный реактор в мире, более того, подобных установок на самом деле около 300, а то и больше, если считать самые маленькие, Токамаки и Савората. Но все они скорее экспериментальны, заточены каждой под свою маленькую цель. На какой-то установке ученые исследуют поведение плазмы в камере, где-то исследуют использование сверхпроводников в обмотках. КТМ, как я уже говорил, построен для исследований материаловедческого характера, и вот в частности для материаловедческих исследований, для строительства Токамака ИТР – это интернациональный большой проект, Токамак, который строится во Франции. Также могу сказать, что один из наших сотрудников как раз туда уехал работать по обмену, в программе обмена надеемся и продолжать поддерживать такую связь и академический обмен между нами. Ну и, в принципе, ИТР и последующий проект демо как раз должны будут получить первые результаты, связанные с долговременным и стабильным удержанием плазмы, положительным энергетическим выходом. Что ж, пожелаем удачи, будем смотреть результатами по теме моих исследований, а именно управления термоядерной установкой. Пожалуй, все. Хотелось бы еще быстренько продемонстрировать ряд интересных физических установок, которыми также как потенциальный абитуриент может взаимодействовать, но будучи студентом ТПУ. Начнем от более крупных установок к более малейших. Конечно, наша гордость это исследователь ядерных реакторов ТРТ-1000. Мощность реактора 6 гаватт, то есть он уже ушел от своего названия, когда его мощность была 1 гаватт, уже произошла модернизация. Этот реактор имеет очень большое значение как для нашего ВУЗа, так и в принципе для проведения каких-то научных исследований. В частности, на нем происходят различные исследования, связанные с ядерной медициной, то есть получение новых диагностических и терапевтических радиофарм препаратов, разработка методов нейтронозахватной терапии, это опять же проядерную медицину, но также и материаловеческие исследования. В частности, могу привести свой опыт, когда мне нужно было проанализировать состав определенного материала, материаловеческого исследования. я отправил образец в этот реактор, но при помощи аттестованной методики анализ был проведен, выдан результат, прошло времени менее месяца, это очень, очень быстрый срок, я вам так скажу, и результатом я остался очень доволен и результатом, и скоростью. самое главное, что для меня, как для сотрудника, для сотрудника, это абсолютно бесплатно, и это я вам скажу очень ценно. Помимо исследовательского реактора у нас также есть ускорительные установки, в частности, исследовательский циклотрон. Тут, к сожалению, я вам ничего особо сказать не смогу, так как я ни разу на нем не работал, хотя видел вживую, и видел вживую на нем работу. Тоже, насколько мне известно, используется для ядерной птицы на данный момент, то есть исследования связаны с нейтронной терапией в колоде. Также гордость нашего университета это бетатрон, такая небольшая установка, которая также используется в ядерной медицине. Она была запатентована и разработана в нашем инститете, и в следующий момент активно распространяется по миру с целью продвижения идей ядерной медицины и таких небольших компактных ядерных установок. излучателей. Также, как я уже говорил, производим ряд препаратов. Вот они вы можете их увидеть на данном слайде. К сожалению, с химией совсем все плохо, поэтому я вам тут точно ничего не скажу, но тем не менее, вот можете посмотреть на название, быть может кого-то это заинтересует, кто-то что-то увидит знакомое, можете дополнительную информацию посмотреть в интернете. На данном слайде как раз географию распространения наших бетатронов, какие страны были поставлены. Ну, разумеется, основное это город Омск, и тут у нас проходят исследования в нашем онкоцентре, в нашем университете. На данном слайде вы можете увидеть перспективы, что касается медицинской, ядерной медицины, медицинской технологии. В частности, вот самая главная цифра, это вот второй пункт, это снижение числа локальных рецидивов после лечения онкозаболеваний. Использование наших установок снижается с 18 до 8%. Как по мне, это довольно серьезное снижение, особенно, когда речь идет о человеческом здоровье у их жизни. Ну и также последнее скажу, это нейтронно-захватная терапия. Как раз то направление ядерной медицины, которое требует на текущий момент наличия ядерного реакции. то есть выделяется определенный канал и при помощи ядерного реактора производит некие, скажем так, операции по нейтронзахватной терапии. делается это для лечения онкологических заболеваний головного мозга. Головной мозг у нас вообще такой орган весьма нежный и сложный в организме, поэтому требует таких особых подходов, которые, к сожалению, пока что в каком-то компактном применении мы не придумали и не сделали. Но работы ведутся и возможно на ваш век подобное придет. Редактор субтитров Малыш Малыш Продолжение следует...